Почему мужчины отдаляются от женщин? На первое место нужно поставить запах. Очень часто от женщины идет плохой запах. Нет, не подмышки, а изо рта. Многие женщины худеют. Вообще, я как мужчина молодой в свое время столкнулся с тем, что очень красивые молодые худые женщины нереально пахли. Да, мужики все вонючие, но мужикам положено, знаете. Но вот были такие девушки, с которыми не хотелось второй раз встречаться. Дело в том, что от них постоянно шел запах. Почему? Гастритчицы, потому что вечно худеют и вечный гастрит. Дело в том, что женщина сама почувствовать такой гастрит не может. А в большинстве своем именно женщины, которые такие активные, красивые, поддерживают себя. Они еще и психованные, нервные, ну из-за того, что сексуальная нестабильность и так далее. И вот у них появляются эти гастриты. Мужчина, для него это огромная проблема. То есть, вот я хотел идти встречаться, хотел там, но как подумаешь о том, как от него пахнет, идти уже не хотелось. Почему? А такая вот особенность. Не связано, ни зубами как бы не чистили, все равно воняет и все. Вот есть много мужчин, которые не хотят жить с женщиной, потому что от них пахнет нехорошо. У меня огромный опыт приема людей, когда я принимал людей у себя в офисе нашей Тароставели. Я могу сказать, что очень много людей, у которых изо рта пахнет прямо ужасом, из преисподней, прямо ужасом. Это особенно сильно в ночное время. Как убрать? Это гастроденид, это харп может быть, это может быть язвенное, начало язвенного заболевания. Как убрать? Лизоцима, о котором я сегодня говорил, уберет. Прямо 100% убирает. Каждый день одна чайная ложка на стакан воды, 2-3 раза в день никаких запахов не будет. Если попить месяц, то можно вылечить самые тяжелые, затяжные вот эти проблемы. А вообще могу сказать, что это было одно из, вот вообще, конечно, это очень неприятно слышать, но очень часто именно это является основной проблемой. Поэтому попросите какого-нибудь близкого, маму, там, кто вот вас не обманет, придите и подышите. Скажите, от меня плохо пахнет или хорошо. Вот скажи честно, особенно в ночное время, вот после 11 вечера, перед сном, подойдите и подышите на близкого. Пусть он вам скажет, особенно мама, она же не обманет. Знаю девушку, которая пахла изо рта, а мужики толпами за ней ходили. Такое тоже может быть, может быть красивое, а потом жить не хотят, знаете. Потом, знаете, с такой женщиной жить не хотят. Да, пахло, да, красивое, да, там, целовались, а потом не хотят с ней жить. Вот, на этом все заканчивается. А потом обращаются ко мне такие женщины. Молодая, красивая, что со мной жить никто не хочет. Ну, это неприятно. Неприятно, да вообще никто об этом говорить не должен. Я вообще... Есть ли какой-нибудь метод такой, который поможет вам, поможет вам объединить этого человека с собой? Да, эти методы есть. Я их описал в своем семинаре, который называется «Эзотерические методы очарования партнера». Возьмите, купите семинар мой. Этот семинар называется «Эзотерические методы очарования партнера». Или купите семинар, называется «Быстрое замужество, часть вторая». Вот я обещаю, что те люди, которые будут использовать мои методы из «Быстрого замужества, часть вторая», 100% в течение одного года выходят замуж и женятся. Прямо 100% гарантию дают. Если вы делаете, этого не происходит, пишите мне, возвращаю.